Я впервые в жизни вижу, идет мама, и у нее дочка маленькая, там лет двух, наверное, на поводке. Тут как в играх какие-то. Кстати, детям бы понравилось. Huawei, смотрите, я вам покажу тачки, сейчас которые они собираются запускать. Новый бренд у них будет... В некоторых местах мне Шанхай напоминает чем-то Америку. Здесь в главном храме Будда, и на груди у него свастика. Я сейчас нахожусь в центре одного из, наверное, самых известных храмов вообще в Китае. Шанхай. Один из крупнейших и наиболее густонаселенных городов Китая. Расположен на восточном побережье. Население около 25 миллионов человек. Шанхай это мировой финансовый узел, ключевой транспортный узел и крупный портовый город. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам, погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю. Знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. В этом выпуске мы познакомимся с неофициальной столицей Китая. Узнаем, что помогло городу превратиться в крупный финансовый центр, как на него повлияли другие культуры и как можно посетить Лондон, не выезжая за пределы страны. А еще почему Шанхай сравнивают с Парижем, что он даже стал носить неофициальное название Восточного Парижа. Маглив, Маглив это скоростной поезд у них, короче, в центр из аэропорта. Кудонг или Падонг? Кудонг Интернешн, скорость 300 км в час. Быстро доедем до города. С ветерком. Главное окна не открывать. Два часа стоял на границе, пока проверили паспорт и визу. Охренища людей было. А вот еще на полу показаны. Вот так. Вот так. Но мне не надо это. Мне надо два. Где два? Ищем. Тут как в играх какие-то. Кстати, детям бы понравилось. Как в компьютерных играх. Так, вот. Второй. Вот такая штука скоростная. 300 км в час 15 минут из аэропорта и все, и в центре уже все стоят, фотографируются. И я тоже. Че я? Че я? Белый что ли? В начале 19 века Шанхай был рыбацким городком и по разным оценкам там проживало от 50 до 100 тысяч человек. В середине столетия здесь открывается порт. Город открывается для иностранной торговли. Сюда стекаются иностранные торговцы и миссионеры. И, конечно, китайские мигранты из сельских районов, ищущих работы и убежища от гражданских волнений и природных катастроф. Население Шанхая резко растет и к 20 веку уже переваливает за миллион. В некоторых местах мне Шанхай напоминает чем-то Америку. Вот, допустим, с этой стороны, вот эти здания, отели. Америка такая, начало 20 века. Само название Шанхай происходит от китайских иероглифов Шанг, что означает наверх или выше, и Хай, что переводится как море. Таким образом, Шанхай можно интерпретировать как над морем или на море, что отражает географическое положение города у устья реки Янзи, примыкающего к восточно-китайскому морю. Река Янзи, она же длинная река, она же мать река, самая длинная река Евразии и четвертая в мире. А еще это самая длинная река, которая протекает на территории одного государства. Ее длина 6300 километров. Река исторически была ключевой транспортной артерией для связи морских путей с внутренними рынками. Река позволяла легко перевозить товары вглубь страны и служила каналом международной торговли, значительно повышая экономическое значение Шанхая. С притоком иностранного капитала и технологий после опиумных войн Шанхай и районы вдоль реки Янзи переживают быструю индустриализацию. Здесь развивается текстильная, сталелитейная и судостроительная промышленность. Шанхай превращается в оживленный мегаполис. Как уже сказал, в Шанхай съезжались иностранцы. Это формировало определенные общины и потом целые кварталы. А здесь чем-то площадь Испании в Мадриде напоминает мне. Вот именно с этой точки эта площадь очень похожа. Красиво. Центр Шанхая очень аккуратный. Много абсолютно разной архитектуры. Прикольно. Так, например, в Шанхае была французская концессия. Территория, которая находилась под контролем и управлением Франции почти 100 лет. В 1943-м, во время Второй мировой войны, французская концессия была передана японцам. Сегодня границы бывшей французской концессии не видны. Но архитектура, культура и атмосфера районов сохраняется. В начале 20-го века Шанхай называли Восточным Парижем. Из-за его космополитичной атмосферы, бурной ночной жизни и архитектуры в европейском стиле. В этот период Шанхай стал азиатским центром моды, искусства и тенденций в области образа жизни. Конечно, европейцы оставили значительный след в архитектуре Шанхая. Бульвары, особняки, неоклассические здания. Набережная Вайтань, она же Бун. Отсюда же с набережной можно отправиться по реке на кораблике. На этой прибрежной зоне можно увидеть сооружения, которые похожи на архитектуру европейских городов. В стиле готики барокко неоклассицизма ардеко. Посмотрите на здание Union Building, построенное в 1916 году. Оно стало первым в городе зданием, где использовали стальную конструкцию. Стиль неоренессанс с элементами барокко. Или американский клуб на улице Фуджоу. Он был построен в американском георгианском стиле. Интересно, что совсем недавно, в 30 километрах от центра Шанхая, построили новый городок Темзатаун. Очевидно, названный в честь одноименной реки в Лондоне. Здесь все сделано в британском стиле. Мощенные улицы, викторианские террасы и даже знаменитые телефонные будки красного цвета. Забавная пародия на старый английский город, увиденный глазами китайцев. Как мы можем догадаться, китайцы копируют не только автомобили, но и целые кварталы и районы городов. Мы погнали дальше смотреть Шанхай. Шанхай административно делится на один уезд из 16 районов городского подчинения. Фэнсянь. Это уезд, который был учрежден в 1724 году и подчинен Сунзианской управе. Сам район разделен на 8 поселков. В Фэнсяне находится автомобильный завод Тесла, торговый центр Бэйлен, Нон Кяо, Шоппинг Мол и кампус Шанхайской бизнес-школы. Существует легенда, что в этих краях когда-то преподавал Конфуций, отчего и пошло название уезда, которое дословно означает «воспринимать мудрость». Кстати, о преподавании. На моем втором канале СМАПС Эдюкейшн я рассказываю об учебных заведениях по всему миру. Заходите, подписывайтесь, если вам интересны учебные заведения, включая школы, колледжи и университеты. А на нашем сайте вы всегда можете получить бесплатную консультацию по обучению в 40 странах мира. 9 шанхайских районов составляют финансовый центр, а в районе Луцзадзуй находится самая известная башня, так называемая «открывашка». Шанхайский всемирный финансовый центр. Высота его почти 500 метров и 101 этаж. Это здание входит в топ самых высоких зданий мира и Азии. В мире оно занимает 12-ю строчку, а в Азии 6-ю. Добраться до самой высокой точки здания можно с помощью эскалаторов, которых здесь 33, или с помощью высокоскоростных лифтов. Двигаются они со скоростью 10 метров в секунду. В 2008 году небоскреб был признан лучшим небоскребом мира. Вообще со зданием не все было так просто. Строительство замораживали на 10 лет из-за финансового кризиса, но потом его восстановили. Здание возвели за 4 года, периодически внося в него изменения. На вершине здания находится окно, которое предназначено для уменьшения сопротивления воздуха. Сперва было задумано, что оно будет круглым, но китайцы устроили протест. Не был этим доволен и шанхайский мэр, потому что такое окно ассоциировалось с восходящим солнцем на флаге Японии. В итоге окно соорудили в трапециевидной форме. Шанхайское метро. Не могу сказать, что мне с ним было просто разобраться. И для меня было куда интереснее пройтись по городу лишние 30 минут, чем спускаться вниз. Это самый крупный и самый быстро развивающийся метрополитен Китая. И сразу карта метро. Большими, это иероглифы китайские, маленькими. Вот там вот, для нас, для белых людей. Короче, у меня отель, знаете где? Как вот здесь ориентироваться? Короче, где-то вот здесь, вот отель мой. Балин, конечно, попробую еще разберись в этой карте. Открыли его не так давно, в 1993 году. Для сравнения, московский метрополитен, который тоже считается одним из самых крупных в мире, открыли в 1935. Станции в метро Москвы 275. В Шанхае более 450. Общая протяженность путей московского метрополитена 648 километров. Шанхайского 831. Таким образом, шанхайское метро занимает лидирующие строчки в мире по протяженности. Каждый день шанхайским метро пользуется примерно 7 миллионов человек. Минус шанхайской подземки – часы пик. Ну и без знаний китайского соваться туда, это как спускаться в подземный лабиринт без карты. Но многим, наверное, интересно не метро в Китае, а автомобили. Год назад их по Китаю передвигалось более 320 миллионов. Не считая общественного транспорта. Это в 6 раз больше, чем в РФ. Еще надо было посчитать мопеды. Мне кажется, их тут в 10 раз больше. Они на этих мопедах, как царанча, бесстрашны и беспощадны. Китай является крупнейшим в мире рынком мопедов и скутеров. В особенности электрических, которые стали чрезвычайно популярными из-за их доступности, экономичности и вклада в снижение загрязнения воздуха. Также Китай мировой лидер по производству автомобилей. В стране находится свыше 6000 автомобильных предприятий. Huawei, смотрите. Huawei, но я вам телефоны не буду показывать. Вот, да. Я вам покажу тачки, сейчас которые они собираются запускать. Новый бренд у них будет люксик. Вот, видите, такие новые машинки. Смотрите, вот это прям люксик. Очень похоже перед, да, наверное, на Porsche Panamero. А жопа похожа на Mercedes Electric. Смотрите, вот так вот, да? Чистый Mercedes. Внутри понятно, что как у Huawei все компьютеры там. Тебе всякие тачпады. Приятная штука-дрюка вот это сидение. Ну, так, конечно, вот, допустим, приборная. Ну, приборной панели здесь, по сути, нет. Центральная консоль вот эта, ну, как бы простая. Я не могу сказать, что что-то там навороченная. У меня на Genesis намного круче все вот это вот дело. Выглядит. Ну, только как бы компьютер. Ну, планшет, ну, что-то. Здесь тоже планшеты везде, вот видите. Ну, я свою малынь тоже просто взял, поставил эти планшеты сзади. Купил эти крепежи и все. Сейчас надо убрал, когда надо поставил. Так, еще один внедорожный чип. Там, кстати, у того люкселя вот этого. У него очень клиренс маленький, сантиметров 10. Кажется, по нашим дорогам просто раздалбаешься. Порш. Особенно сзади. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот отсюда. Сейчас вот с этого угла прям вообще Порш. Вот так вот если встанешь, М5. Как BMW. Название взяли от BMW. Почему-то все хотят вот эти везде планшеты. Я не знаю, как бы сидеть. Планшет мне достаточно и дома, и на работе этих планшетов. И вот это сейчас мода на вот эти огромные экраны везде. Ну, блин. Можно так в руки взять просто планшетку. Я не знаю. Ну ладно, что я рассуждаю на эти темы. Каждый, конечно, сам ему выбирать свое, что больше нравится. Теперь вернемся непосредственно к Шанхаю. В октябре 1994 года здесь была открыта надземная дорога длиной почти в 50 километров. Эта внутренняя кольцевая дорога соединяет основные районы города. Считается, что эстакада примерно повторяет путь старых городских стен Шанхая. Хотя самих городских стен больше не существует. Кольцевая дорога служит современным маркером исторической границы города. Я остаюсь в отеле в центре города. У меня такой вид открывается с террасы из моего отеля в Шанхае. Четвертый этаж. Кстати, прикольно, что сразу же здесь на террасе установили вот такую штуку. Где показывают достопримечательности какие. Смотрите, можно посмотреть, куда, чего, как двигаться. Гостиница вообще очень удобно расположена. До ближайших таких центральных локаций. Прям очень близко, в пределах 15-20 минут. И все пешком. Маленький спойлер. Про старый Шанхай и храмы я готовлю отдельный выпуск. А может, к моменту вашего просмотра он уже будет опубликован на канале. Посмотрите, если планируете путешествие в Шанхай. Также в моей китайской серии будет выпуск о скоростном поезде Шанхай-Пекин. И выпуск из самого Пекина. Шопинг улица известная. Здесь, ну здесь все. Шопинг, магазины, рестораны, кафе, короче, и так далее. Нанжинг Роуд. Она же Нанкингская улица. Одна из самых популярных торговых улиц. Ее часто сравнивают с Елисейскими полями, 5-й авеню на Манхэттене и Оксфорд-стрит в Лондоне. На мой взгляд, ничего общего с ними тут нет. Тем не менее, она считается одной из самых длинных торговых улиц мира. Протяженность 5,5 километров. А количество посетителей каждый день достигает миллиона. Она упирается в ту самую набережную, о которой я говорил ранее. Поэтому приятным завершением шопинга будет отличный вид на шанхайские небоскребы. История Нанжинг Роуд, как крупной торговой улицы, начинается в начале 20 века. Тогда здесь открыли 8 больших универмагов и серию франчайзинговых магазинов. Сейчас на ее восточной части находится отель Peace, в котором когда-то останавливались Чарли Чаплин, Бернард Шоу, Мохаммед Али и Билл Клинтон. Интересна и история отеля. Изначально он был назван Сосунхаус в честь главного инвестора. На крыше той гостиницы был большой ресторан с террасой. Там работали 70 китайских поваров. Один француз и один британец. И подавали там самую современную кухню в Китае. Начиная с 1937 года гостиница переживала тяжелый период. Сначала во время китайско-японской войны в гостиницу попала бомба. Затем в конце 1941 года она была оккупирована японской армией, которая сделала ее своей штаб-квартирой. А что сейчас? Сейчас здесь можно послушать джаз в исполнении коллектива All Jazz Band. А из окна номеров полюбоваться набережной и небоскребами. Цена вопроса 450 долларов за ночь, без завтрака, но с гидромассажной ванной. На Нанкинской улице находится более 600 торговых компаний. Это не только дорогие бутики, но и магазины с дешевыми китайскими брендами. А те, кто любит китайскую кухню, могут закупиться в магазинах с едой. Ребята, шведский стол по-шанхайски. А на западной стороне улицы есть Плаза 66. Один из лучших шоппинг-центров в городе. Состоит из торгового центра и двух небоскребов. Одна башня 288 метров, другая 228. Число 66 в названии – это количество этажей. Здание получило какие-то неизвестные мне архитектурные награды. И здесь уже вас ждет полный фэшн. Включая Луи Виттон, Эрмес, Кортье, Булгари, Фэнди, Прадо и Версач. Вот смотрите какая витрина. Просто посмотреть котяток. Я серьезно. Из-за того, что Шанхай – культурный и финансовый центр Китая и важный морской порт, многие ошибочно думают, что именно он является столицей, а не Пекин. Но что бесспорно, Шанхай – яркий и энергичный город с множеством достопримечательностей. Я хочу начать со старого Шанхая. Это старая Шанхайская улица. Она так и называется Old Street. Именно здесь можно увидеть Шанхай таким, каким он был в далекие времена. Только сейчас все это обалденно подсвечивается. Видно, что некоторые части не отреставрированы, но скоро вся эта красота увеличится в размере. Сейчас шанхайский Old Street тянется почти на километр. В ее начале и конце расположены традиционные китайские ворота. Вы точно их не пропустите. Считается, что эта улица здесь существует со времен династии Мин. А это с 1368-1644 годов. И Цин с 1644 по 1912. Почему именно здесь? Рядом Хуангпу. Речка, о которой я говорил в прошлом выпуске. Конечно, вся транспортировка товаров шла по рекам. А Old Street была жизненно важным коммерческим центром во времена династии Цин и раннего периода Китайской Республики. Соединяя прибрежную зону города с внутренними районами. Вдоль улицы здания в традиционном китайском стиле. Для них характерны побеленные стены, крыши из серой черепицы, деревянные двери, окна с резьбой и элегантные дворики. Так мы можем понять, каким был архитектурный стиль, преобладавший в Шанхае несколько веков назад. На протяжении всей своей истории это место было оживленным коммерческим центром с рынками, магазинами, киосками, торгующими шелком, чаем, кистями для каллиграфии, традиционными китайскими лекарствами, изделиями ручной работы. Все это можно здесь купить и в наши дни. Но подожди, Егорка, вы мне можете сказать. Не хотим мы шляться по рынкам, шоппинг весь вот этот. Все это нам не нужно. Не спешите, друзья. Сад. Да, здесь находится сад Юйюань. Его название дословно переводится как сад радости или сад отдыха. Но с этим садом связаны не самые радужные моменты истории. Первым владельцем сада был экс-казначей провинции во времена династии Мин, Пань Юндуань. Создавал он его для своего пожилого отца и сад должен был напоминать императорский сад в Пекине. Но отец Юндуаня так и не дождался завершения строительства. Строительство началось почти 500 лет назад. Потому идите и посмотрите его. Я никакого отношения не имею к руководству сада. Просто рекомендация, потому что красиво и исторически. Что с владельцем сада? Он стал банкротом. Позже его дети и вовсе продали сад торговцам. Потом сад был включен в состав храма божества-покровителя города. В 19 веке сад использовали в качестве места для подготовки восстания против французских концессионеров. Где будем готовить восстание? А, давайте в саду. Досталось саду и во время опиумных войн. Тогда его сильно разрушили. Реставрировали уже в 1956 году. Какое у него настоящее? Пань Юндуань был бы доволен. Сад состоит из шести разных частей. Все они соединяются между собой переходами, декоративными стенами, галереями, отдельными участками. Вся эта конструкция построена так, чтобы здесь правильно протекала энергия ци. То есть жизненная энергия. Китайцы традиционно относятся к ци с большим уважением и почитанием. Видя в ней основу жизни и здоровья. А видели в кинохах, может, когда китайцы стоят и медленно размахивают руками. Так вот, это практики. Цигун и Тай Цзи Цюань направлены на развитие и баланс ци в теле для улучшения здоровья, долголетия и духовного развития. Считается, что идеи о ци формировались в течение тысячелетий, начиная с времен Желтого Императора. Приблизительно 2600 лет до нашей эры. Он часто упоминается как основатель китайской цивилизации и медицины. В саду находится сад камней. Самый крупный 14 метров в высоту. Одна из главных достопримечательностей, так называемая нефритовая скала. Камень необычной формы, весом в 5 тонн. Есть местная легенда, что впервые камень был обнаружен тысячу лет назад. И какое-то время был камнем из коллекции императора Хуайдзуна династии Сун. Я не знаю, уважаемые знатоки, может быть я пропустил что-то. Отстал от жизни. Китай впереди планеты. Но я впервые в жизни вижу, идет мама и у нее доська маленькая, там лет двух, наверное, на поводке. То есть реально вот как собачки на поводке идет с дочкой. Я еще не видел такого, чтобы детей на поводке выгуливали. Давайте копнем глубже. Мы же с вами в саду, так докопаемся до бамбука. Вы все без исключения знаете, что это за растение такое. А знаете ли вы, что вообще существует больше сотни видов этого растения? Здесь как с мандаринами. Назовите мне самую главную страну производитель мандаринов. Вы, наверное, скажете Марокко, Египет, Бразилия и Испания. Нет, дорогие зрители, это Китай. С бамбуком так же. Он растет по всей территории Китая. Как сказал, видов больше сотни. Бамбук растет в любых погодных условиях. Его высота может доходить до 40 метров. И говорят, что если сидеть и смотреть на бамбук, то можно видеть, как он растет. Я сам не сидел, не пялился на бамбук, но он может вырасти на метр за сутки. И, конечно, китайцы придают особое значение этому растению. Как у нас березка в Китае бамбук. Бамбук это символ стойкости, долголетия, духовности и счастья. Бамбук это часть китайской культуры уже несколько тысяч лет. В Китае есть такое понятие. Четыре джентльмена. Бамбук это один из них. Какие еще три? Орхидея, слива и хризантема. Эти растения представляют собой четыре сезона. Бамбук связывают с конфуцианством. И считается, что человек должен быть таким же, как он. Стойким, сильным и с крепкими корнями, чтобы твердо стоять на ногах. Бамбук в Китае средство универсальное. Из него делали оружие, строили дома, использовали в качестве строительных лесов. Причем в архитектуре бамбук использовался еще во времена династии Шана. Это 3000 лет назад. Примерно в то время была изобретена система ирригации и первый водопровод, для которых использовали бамбуковые стебли. Еще в те времена китайцы нашли способ использования плитки и черепицы из сплющенных и сплентенных бамбуковых полос. Такая техника дошла и до наших дней и до сих пор используется при строительстве традиционных китайских домов. В 134 километрах от Шанхая в городе Юйяо находится постройка шанхайского архитектурного бюро Моноарки. Она как раз выполнена из бамбука. И само здание тоже окружено бамбуком, что отлично вписывает его в природу. Бамбук дарят в качестве сувенира, который приносит удачу, успех и богатство. Но тут есть свои правила. Его нужно дарить наборами по 2, 3, 5, 6 или 9 штук. 4 не дарят из-за боязни этого числа, которое созвучно со словом смерть. 9 стеблей – наилучшее число, так как девятка в целом представляет собой наивысший уровень удачи, изобилия и процветания. Еще оно приносит хорошую энергию дома или на работе. Остальные числа тоже имеют свое значение. Если вы хотите пожелать человеку любви, дарите 2 стебля. Если здоровье – 3, богатство – 5, удача и процветание – 6. Китайцы вообще народ суеверный и раньше они были очень религиозными. В наши дни атеистов среди китайцев все больше. Так мы плавно подошли к религии и храмам. Давайте откроем двери в один из самых известных буддийских храмов в Шанхае – храм нефритового Будды. Этот храм основали в 1882 году во времена династии Цинн и построен он специально для размещения двух статуй нефритового Будды, привезенных из Бирмы, ныне Мьянма. Одна статуя представляет собой сидящего Будду, другая – лежащего Будду меньшего размера. Обе статуи вырезаны из белого нефрита. Самая большая из двух статуй – это сидящий Будда, высота его составляет почти 2 метра, а вес около 3 тонн. На ней изображен Будда в позе лотоса с безмятежным выражением лица. Статуя меньшего размера – это лежащий Будда, который олицетворяет мирный переход Будды в Нирвану. Длина этой статуи составляет около метра, она украшена резьбой. И самое интересное – символ свастики на статуях Будд в шанхайском храме. Друзья, я сейчас в центре храма нефритового Будды. И что здесь мы можем найти? А мы здесь можем обнаружить очень интересную вещь. Будда, и на груди у него свастика. Если вы знакомы с буддизмом и с этим символом, то для вас это не будет открытием. А если вы не знакомы, то, скорее всего, для вас будет удивительно, как это так на груди у Будды свастика. Когда у многих из нас свастика олицетворяется с фашизмом. Давайте-ка разберемся, в чем здесь суть. Что это? Как это тут? Что был Гитлер? На самом деле символ свастики довольно часто встречается на статуях Будды, особенно в буддийских традициях по всей Азии. В буддизме свастика имеет позитивные коннотации и не ассоциируется с негативом, приобретенным в западном мире из-за своей ассоциации с нацизмом. Слово свастика индийского происхождения состоит из двух санскритских корней – су, добро и асти, быть, то есть быть добру, или благополучие. В буддизме свастика – священный символ, который олицетворяет благоприятность, удачу и благополучие, о чем и говорит название символа. Свастика использовалась в буддийском искусстве и символике на протяжении тысячелетия и, как полагают, возникла в древних индийских религиях. Ее можно найти на статуях Будды, ступах, священных писаниях и других религиозных артефактах. Как вообще буддизм появился в Китае? Из Индии. Что логично. Примерно в первом веке нашей эры и постепенно ассимулировался в китайской культуре, дав начало различным школам. Ключевые буддийские концепции включают четыре истины. Истину о страдании, о причине страдания, о прекращении страдания и истину о пути, ведущем к прекращению страдания. А еще восьмеричный путь. Правильный взгляд, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная осознанность и правильная концентрация. Надеюсь, что это была для вас интересная информация, но предлагаю на ней не зацикливаться и ехать дальше. Куда мы едем? Еще в один популярнейший шанхайский храм. Цзинян Темпл. Этот храм может приглянуться вам не только тем, что внутри, а тем еще и что снаружи. Он находится в западной части Нанкин Роуд. Если вы смотрели мои предыдущие части, то уже знаете, что это длиннющая шоппинг улица. Так вот, вокруг храма куча кафе и магазинов. А еще один из самых модных ТЦ во всем Шанхай. И здесь же рядышком вот сейчас вот что я вижу. Смотрите, вы это тоже самое увидите. Интересно, могли ли представить себе строители вот этого чуда, что навроде бы их здания будет построена Икеа. Да что уж там Икеа. Все вот это. Вообще сам оригинальный храм был впервые построен в 3 веке нашей эры, в период Троецарствия Древнего Китая. Первоначально он находился рядом с ручьем Су-Чжоу и был перенесен на место Цзинянь в 1216 году. То есть именно на этом месте он где-то лет 800. Храм был перестроен во времена династии Цин, но во время культурной революции был разрушен местными большевиками и превращен в фабрику пластмасс. В 1983 году этому месту было возвращено его первоначальное назначение и храм был восстановлен. В наше время храм официально исповедует буддизм. В 2009 году здесь была установлена 15-тонная серебряная статуя Будды Рудры, отлитая из чистого серебра. Что примечательно в этом храме с точки зрения меня как посетителя. Прикольно, ребята с главной площади его кидают монетки туда наверх на удачу. Здесь прикольно почувствовать погулять по всем террасам. Здесь несколько дворов, здесь несколько храмов. Вообще в Китае официально признаются пять основных религиозных течений. Буддизм. Как уже сказал ранее, буддизм был привезен в Китай из Индии примерно в первом веке нашей эры и со временем обрел уникальные китайские черты, приведя к возникновению нескольких школ. Даосизм. Это религия и философия, основанная на текстах, прописываемых Лао Цзи и Джуан Цзи. Даосизм подчеркивает гармонию с Дао, первоосновой и закономерностью всего сущего. Ислам. Появился в Китае с арабскими торговцами приблизительно в 7 веке нашей эры. Наиболее крупные мусульманские сообщества в Китае это хуэй и уйгуры, проживающие в северо-западных регионах. Католицизм. Европейские миссионеры в 13 веке привезли его в Китай. Ну-ка скажите мне, кто был известным путешественником, тусившим здесь в Китае в 13 веке? Правильно, Марко Поло. Большее распространение получил в 16 веке с приходом иезуитов. Католическая церковь в Китае действует в рамках строгих ограничений, установленных государством. Протестантизм. Протестантство начало распространяться в Китае в 19 веке благодаря западным миссионерам. Как и католицизм, протестантские церкви в Китае подвергаются государственному контролю и ограничениям. Ну и, наконец, конфуцианство. Хотя конфуцианство часто рассматривается как философская система, а не как религия. Учение о морали, этике и социальном порядке оказали глубокое влияние на китайскую культуру и общество на протяжении тысячелетий. Как здесь нередко бывает, на одном из зданий, там в задней части, висят сохнут трусы. Ну, нормальная ситуация здесь, такое увидеть. Ну, мы не о трусах. Но сказать я об этом должен был. Сколько вообще денег стоит, чтобы сюда пройти? Ну, ребят, ну, разве это имеет значение, когда вы входите в храм, которому почти две тысячи лет? Ну, ладно, 50 рублей это все стоит. В китайских смысле рублей. В китае также практикуются и другие религии и верования, включая различные формы индуизма, сикхизма, бахаи, иудаизма и христианства. Стоит отметить, что в Китае значительное количество атеистов, по некоторым данным более 50%, частично благодаря атеистической идеологии, продвигаемой коммунистической партией Китая. В стране поддерживается официальная политика религиозной терпимости, но все религиозные группы подлежат строгому контролю со стороны государства. В некоторых местах Китая до сих пор жив шаманизм, ну и синкретизм. Это традиционное сплетение религии и философии, когда вера человека в одно не исключает веру в другое. Хочу отдельно коснуться конфуцианства. Оно было заложено конфуциям 500 лет до нашей эры и развито его последователями в философское учение. Здесь важно понимать следующее. Конфуцианство защищало структурированность социума и опиралось на моральные принципы. Представьте, Китай, да любую территорию 2000 лет назад. Это палки-копалки, окей, царь там какой-то с дворцом, кто-то рыбу ловит в пруду, кто-то по роще бамбуковой ходит туда-сюда весь день. Телика нет, интернета нет, грамотности нет, кисть каллиграфическую мы отказались покупать на рынке в прошлых выпусках, поэтому писать не умеем. Что за структуры и принципы предлагает конфуцианство? Пять типов общественных отношений. Родитель, ребенок, правитель, подданный, старший брат, младший брат, муж, жена, а также друг и друг. Для чего это все продвигается? Чтобы понимать, кто кого уважает, кто кому подчиняется, кто за кого в ответе. В стране в то время важна была гармония и стабильность, а не металл, розы и паровозы. В императорском Китае конфуцианство было философией ученых-мыслителей. Что касается других религий в Китае, то тот же ислам здесь проповедует около 1-2% населения. Вы скажете, мало, но на самом деле это около 20-30 миллионов человек, среди которых в основном казахи, киргизы, татары, узбеки и таджики, которые также проживают в Китае. Христианство здесь проповедует около 70 миллионов человек, а это 5% от общего числа населения. Но в целом Китай сейчас является самым нерелигиозным населением. По данным, опубликованным в издании The Inquirer, около 60% жителей Китая являются неверующими. И как в лучших мифологических произведениях, по храму вас будет уносить эскалатор в царство Аида. Буддийского Аида, да? Друзья, на этом выпуск про шанхайские храмы подошел к концу. Конечно, подписывайтесь, если вам интересна тема путешествия. Также заходите на мой второй YouTube-канал. Называется он Smaps Education. Там я рассказываю о международном образовании. Не просто рассказываю, но и посещаю зарубежные учебные заведения. То есть вы можете наглядно посмотреть, как устроены учебные заведения по всему миру. Если вам интересна тема изучения языков, заходите на наш сайт www.smaps.ru. Там вы сможете получить консультации по вопросам учебы за границей, по вопросам виз и все, что связано с обучением за рубежом. Все мои линки и полезные ресурсы указаны в описании к данному ролику. Заходите, переходите, подписывайтесь везде. Так мы будем видеться чаще и вы будете получать больше полезной информации.